Всем привет, меня зовут Арина, и сегодня в этом видео я вам хочу сделать обзор на одни очень интересные одноразки. Собственно, вот-вот, и ещё вот эти вот две коробки, короче, чуть-чуть здесь у меня лежит. Все эти одноразки пришли мне от одного производителя, который называется, по-моему, Йота. В общем, сегодня я покажу вам всякие разные одноразки от этого производителя, и в основном сделаю акцент на одноразки с переключателем вкуса, очень интересная штука. Вау, Ирина, офигеть, у тебя столько жижек, сколько же ты денег на это потратила? Блин, ну знаешь, на самом деле не особо много, может, тысячи две, наверное. Я за эти деньги только вот что купила. Где же ты закупаешься? В Шарашкиной конторе. В Шарашкиной конторе? Не в Шарашкиной конторе, а в Шарашкиной конторе. Там, кстати, по промокоду MON дают ещё скидку 15%, и ссылка в закреплённом комментарии. Ну ладно, я обязательно посмотрю. Ещё у меня есть одноразка с RGB-подсветкой. Вот. Мне прислали целую линейку таких одноразок, и я хочу на них снять обзор, всё это показать, распаковать. Я не знаю, там видно или нет, но, короче, здесь подсветка. Одноразки с подсветкой. Напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, будет ли вам интересно увидеть обзор на вот эти вот одноразки. Также я попробую их разобрать, чтобы посмотреть, что там вообще внутри, как всё это работает. Одноразки с подсветкой. А сегодня мы попробуем немного другие одноразки от этого же производителя с переключателем вкуса и всякие ещё разные другие. Вот такие одноразовые сигареты на 3000 затяжек. И тут, кстати, написано, что в этой одноразке 5% никотина, то есть 50 мг. Насколько я знаю, такая крепость запрещена в России. Почему они прямо напрямую вот так вот всё это делают, пишут и поставляют, я не знаю. Всякие разные у меня здесь есть. Также ещё одноразки на 2500 затяжек. Очень классные, опять же, коробочки. И как раз-таки вот одноразки с переключателем. Здесь 3000 затяжек. Вообще все эти коробки мне доставили именно в таком виде, какие-то порванные, мятые. Ещё почему-то при доставке эту большую посылку с одноразками вскрыли. Вскрыли одну из вот этих вот коробок и достали одноразку, её даже распаковали. Ну, по вкусу, кстати, классно. То есть вкус хороший и насыщенный. Реально, мне кажется, здесь 50 мг. И в голову она даёт тоже так неплохо. Начнём как раз-таки вот с этой, типа с этой коробки на 2500 затяжек одноразки. Как я уже сказала, здесь 50 мг и 7 мл и 1200 мАч. Мне здесь прислали вкусы банан со льдом, манго со льдом, также арбуз со льдом, клубника с арбузом и тоже со льдом. Видимо, вся линейка вот эта вот со льдом. Также просто мята и ещё персик со льдом. Собака — это один из моих самых любимых вкусов. Почему? Где? Где? Почему? Почему одни фруктовые вкусы? Давайте, во-первых, распакуем, попробуем манго айс. Одноразка здесь почему-то наоборот. То есть, мне кажется, она должна быть другой стороной. Короче, манго. Вот эта одноразка, она прям точь-в-точь, как настоящая манго. Я вам говорю, реально не такой вот вкус, как обычно мы встречаем в одноразках или в жидкостях, да, вкус манго. Ну, ароматизированный такой более. Здесь настоящий вкус манго. Как я уже сказала, очень насыщенный вкус. Прям приятненький, классный. Так, ещё один вкус отсюда распакуем. Минт айс. Короче, мята с кулером, мята со льдом. Кто делает мята со льдом, я не знаю. Такая же упаковка. Прям чистый вкус мятной жвачки. Очень освежает. Вообще, на самом деле, вкусно с кофе, так посидеть, попарить, с чаем, вообще на ура зайдёт. Чтобы надолго не затягивать это видео, давайте сразу сейчас попробуем отаразки с переключателем, то есть с двумя вкусами. Короче, мне прислали арбуз и персик. Потом энергетик и коук. Я не знаю, это написано коук. Также мята и яблоко. Банан и манго. Каким образом можно было запихнуть самый классный и самый, по моему мнению, ну, не очень вкус, да, в одну одноразку, я не знаю. Также клубника, арбуз и гуава. Вот это мне будет интересно открыть и попробовать, потому что с гуавой мне понравилась одноразка от Эльф Барра. Она прям такая интересненькая. И ещё одноразка со скиттлс и баблгамом. Как раз таки давайте распакуем клубнику с арбузом и гуаву. Кстати, напишите мне внизу в комментариях, будет ли вам интересно посмотреть, если я буду разбирать эти одноразки с переключателем. То есть посмотреть вообще, как они внутри устроены. Я ещё не начала её даже парить и очень даёт арбузом. Прям вот я открыла и сильный запах арбуза. Кстати, здесь ещё запарились и сделали плёночку снизу. Блин, потрясающий вкус. Очень похоже на Эльф Барре с гуавой. Вот эта вот люкс-версия, да, на которой я делала обзор. Но, наверное, не такой насыщенный вкус. Вообще прикольно. Давайте попробуем вкус клубники и арбуза. Это очень похоже на две жвачки вместе. Это клубника с бананом и жвачка с арбузом. Конечно, меня немного расстроило то, что вкус здесь не настолько насыщенный, какой я ожидала, да. То есть одноразки, которые были на 2500 затяжек, которые я тестила несколько минут назад, у них был прям насыщенный вкус. Здесь, ну, не особо. Давайте ещё попробуем Skittles и Bubble Gum. Очень интересный вкус должен быть. Так, одноразка. Одноразка здесь тоже переключатель. Кстати, вот на этой одноразке он достаточно туго переключается. Давайте поставим Skittles. Вообще, я ожидала прям такой кислый вкус Skittles. Но здесь просто что-то такое немножко сладкое, немного кислое. Не могу сказать, что вот прям вау, Skittles. Давайте теперь попробуем Bubble Gum. Очень похожий вкус, ну, немножко отдаёт Bubble Gum. Опять же, я думала, что будет понасыщеннее. Ещё также хочу затестить манго и банан. Короче, вот такая наразка. Давайте сначала манго попробуем. Вкус похожий на ту одноразку на 2500 затяжек с манго, но, опять же, почему-то не такой насыщенный. Почему, я не знаю. Опять же, будет интересно их разобрать. Напишите внизу в комментариях, будет ли вам интересно всё это посмотреть. Сейчас затестим также банан. Ну, типичный банан, только почему-то, опять же, не очень насыщенный. Связано ли это с этим переключателем и с тем, что сюда запихнули аж два вкуса сразу, я не знаю. Всё, потом разберём, посмотрим. Так, и осталась у нас последняя коробка с одноразками на 3000 затяжек. 1350 мАч. Сейчас посмотрим, подумаем, что отсюда можно затестить, что мы ещё не пробовали. У нас здесь есть баблгам, манго. Я не буду озвучивать слово айс. Видимо, во всех вкусах в этих трёх линейках идёт лёд, типа кулер ещё дополнительно. Также есть клубника с арбузом, мята, банан и какие-то конфетки. Вот я нашла одноразку со вкусом лаш айс. Вообще не знаю, что это значит. Такая вот одноразка внутри безумно красивая. Она прям вся блестящая, в снежинках прям классно смотрится. Я не знаю, что это за вкус вообще такой лаш айс, но отдаёт каким-то арбузом, возможно, что-то такое. Опять же, с кулером. На постоянку такое ненадоедающее в принципе пойдёт. Ещё вкус энергетик. Я вспомнила, что я его уже распаковала, попробовала одноразка с другим уже дизайном. Ну, да, по вкусу это прям чистый энергетик, но эти одноразки, вот эта вот линейка тоже, ну, 4 из 5, наверное, у них вкусопередача. Мой фаворит это на 2500 затяжек. Вот у них вкусопередача прям вообще огонь. Можно спокойно брать. Реально очень вкусно, сочно. Ещё у меня есть одноразки, которые светятся, вот целая линейка. Одна из них, правда, попалась бракованная, и она только что светилась, но она уже не светится. Вообще она светилась несколько дней. Здесь протеколожишка. Короче, мы всё это распакуем, попробуем, если вам будет интересно. Опять же-таки, напишите об этом в комментариях. И, в общем, на этом всё. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Тогда поддержите его лайком и подпиской на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok